Друзья, следующий вид ВНЖ самый простой, наверное, с одной стороны. Самый простой, в чем он заключается? Он заключается в следующем. Вы можете познакомиться на сайте знакомств с испанцем или с испанкой и закрутить роман. Соответственно, начать какое-то общение, коммуникацию и так далее. Приехав сюда в Испанию, либо по приглашению, либо по туристической визе, есть возможность совершить легальный брак. Легальный брак, конечно, это непростое дело. Это очень сложный процесс, это очень долгий процесс, но это возможно. И если у вас действительно такие отношения... Ну вот у нас просто в примере есть в окружении люди, которые так познакомились с... Ну девочка одна познакомилась с испанцем. В определенной стране они познакомились, начали дружить, она приехала сюда и они здесь заключили официальный брак. Вот через год такого брака вы можете уже подать на гражданство Испании, то есть подать документы на гражданство Испании. Это, наверное, самый быстрый способ получить гражданство европейское и испанский паспорт. Следующий вариант, который, ну как бы его нету в странах СНГ, ну вот в Испании он существует. Он называется... это... Пареха де эйчо. Пареха де эйчо это значит гражданский брак. То есть это официально регистрируется брак... Официально регистрируется не брак, а официально регистрируется сожительство. То есть вы, приехав сюда, допустим, на учебу, учитесь со студентами и можно либо договориться, либо действительно у вас появились какие-то отношения. Но я знаю, очень часто люди договариваются со студентами. То есть если этот студент здесь находится на территории Испании легально, и у него есть все документы, либо он испанец, либо он европеец, но у него есть здесь все документы, что он легально находится на территории Испании, вы можете прийти к нотариусу, заключить вот такую пареху де эйчо и подать документы в полицию о том, что у вас официально заключен брак. И таким образом вы получаете тоже резиденцию здесь. Соответственно, как бы это тоже очень простой способ. Я таких примеров знаю достаточно много, что... Ну, один мальчик даже хотел, просто нашел парня, у которого европейское гражданство, и говорит, давай вместе заключим с тобой вот такую пареху де эйчо. Понятно, у них там нет никаких отношений, но вы знаете, Европа есть Европа, здесь разрешены такие гражданские браки, может быть, легальные браки. Соответственно, как бы, как вариант, возможно и так, да. Ну, это вам выбирать, если вы хотите сделать именно такую процедуру. Таким образом, да, конечно, здесь какой есть подводный камень, да. Если вы просто решили приехать по студенческой визе, по студенческой визе сюда, и быстренько с кем-нибудь заключить контракт вот такой, да, пареху де эйчо, и подать документы. Какой подводный камень есть? Иногда полиция проверяет такие браки. То есть полиция может прийти к вам домой. Ну, там есть определенные условия. Определенные условия какие? Вы должны быть совместно прописаны. Следующее, да. Полиция приходит к вам и начинает вам задавать вопросы. Давно ли вы дружите? Покажите, когда у вас начались переписки. Покажите, где вы познакомились. Покажите ваши совместные фото. И они еще могут посмотреть дату этой фото. Ну, то есть, когда это было сделано, где это было сделано. Ну, понимаете, сейчас новый век цифровых технологий. Все это можно увидеть и посмотреть. Вот моя знакомая мне рассказывала, что они, когда сделали такой брак, их знакомые им дали сразу быстро такие документы. Без проблем, и никто не приходил проверять. А вот к ней именно пришла полиция. Ну, полиция предупреждает. Говорит, здравствуйте, мы к вам в понедельник приезжаем. И таким образом, как бы, они подготовились. Они знают хорошо испанский язык. Они вместе учились, как бы. И, соответственно, они создали очень хорошую легенду. Посмотрев на их фотографии совместные, аватарки там, знаете, в WhatsApp тоже совместные. То есть, все сделали грамотно, четко и красиво. Вот, что я хочу сказать. Есть такие юристы, которые занимаются вот этой легализацией через такие пары HDH. Если вам интересен такой путь, можно это сделать. Но это не обязательно быть в этом браке постоянно. Через три года вы можете уже легализоваться через работу, либо через бизнес. Поэтому обращайтесь, пишите комментарии. И есть юристы, которые помогают именно в этом направлении грамотно все четко сделать. И сделать всю историю, и сделать все документы, и податься, и получить готовую резиденцию. Что хотелось бы добавить именно по ВНЖ, по браку. Вот если мы берем пары HDH, тот человек, который вам организовывает такую пары HDH, то есть, он должен не только быть просто здесь находиться и жить. Он должен быть как бы вашим спонсором. Соответствующие доходы у него должны быть. То есть, есть нюансы, которые нужно именно как раз юристам и прорабатывать. Но, получив такую резиденцию, вы сразу уже можете работать. То есть, у вас есть уже возможность сразу начинать рабочие свои будни, зарабатывать здесь доходы, либо открыть свое предпринимательство.